Добро пожаловать в нашу студию! Во-первых, давайте обсудим формат форума. Он международный, но касается как раз таки вопросов молодежи. И было среди гостей, среди участников конференции очень много высокопоставленных людей. То есть с большим опытом и стажем работают. Чем вот этот формат обусловлен? В первую очередь на сегодня не секрет для всех, что правительство всех стран уделяет большое внимание молодежи. Потому что молодежь это не только будущее любой страны, это и настоящее. Сегодня мы видим, что среди молодых людей множество тех, кто уже вносит значимый вклад в развитие страны, в том числе и Казахстана. Если брать наших соответственников, то я думаю, что для многих государств и правительств очень важен тот фактор, такой фактор, как развитие молодежи. И сегодня мы на конференции увидели, что среди представителей 40 стран, которые были на мероприятии, были и вице-спикеры, то есть заместители, руководители парламентов различных стран, были и министры, и заместители министров, были в том числе и молодые депутаты, которые уже сегодня принимают определенные решения в своих странах. Соответственно, мое мнение, что такой высокопославный бомонд собрался потому, что с каждым годом делается все больше и больше акцент на развитие молодежи. А также сегодня, как вы слышали уже, что глава государств совсем недавно в послании народу Казахстана объявил 2019 год годом молодежи. Соответственно, со следующего года у нас уже на сегодня и так большой акцент стоит на молодежи, но думаю, что со следующего года будет еще больший акцент, и это может стать определенная подготовка к следующему году. Но какие планы вы строите? То есть у вас уже ведь есть какой-то заготовленный багаж, возможно, даже проблемы, которые предстоит решить? Если честно, работа в сфере молодежной политики ведется ежедневно, соответственно, ежедневно по всей стране, во всех районах, областях проводят стратегические мероприятия, принимаются различные программы, проводятся съезды, форумы и так далее. Но, конечно, у нас есть уже на сегодняшний день определенный план работы, который мы принимаем, который мы разрабатываем, и есть определенные мероприятия, которые уже сегодня имеют позитивный эффект по всей стране. Большой акцент будет ставиться, конечно, на увеличение охвата этих мероприятий. То есть если мы делали это на уровне области, мы будем делать, соответственно, эти проекты на уровне республики. Если это было на уровне республики, мы будем вводить их на международный уровень. Охватывать все больше молодежи, давать возможности молодежи больше участвовать в подобных мероприятиях и реализовывать себя. Это вот как один из факторов. Кроме этого, сегодня мы, Конгресс Молодежи Казахстана, уже провели 20 встреч с молодежью Казахстана в различных районах, областях, городах. Поговорили с молодежью, узнали, какое их мнение, какие у них есть проекты. И сейчас мы формируем план на следующий год о том, непосредственно план работы о том, что мы будем делать в следующий год, какие проекты у нас будут. Но думаю, что чуть-чуть позже мы уже объявим об этом, думаю, всей молодежи. Хорошо. Ну вот, возвращаясь к конференции, да, сегодня было очень много, как раз-таки панельная сессия была и различные уже сессии. Это первый день этого мероприятия, завтра оно продолжится. Давайте подведем такие предварительные итоги. Какие возможности все-таки открылись перед участниками? Ну, я думаю, в первую очередь это, конечно, обмен опытом между странами, потому что в каждой стране есть определенные свои имиджевые проекты, свои имиджевые программы. Допустим, как у нас в стране Болошак, я вот постоянно заграничиваю на подобной площадке, и когда я рассказываю про данную программу, все в таком большом шоке и в большом восхищении от этой программы. То есть за рубежом? Да, за рубежом. Программа Жасл-Ель по временному трудоустройству. Есть схожие программы, но чтобы доплачивали, это уникальная программа во всем мире, можно сказать. Соответственно, некоторые страны уже брали этот опыт и вводят у себя подобные программы, вот на тех площадках, на которых мы были. Я думаю, такие же, не думаю, что мы сегодня услышали, что такие же схожие, точнее не схожие, а имиджевые, необычные программы, необычные проекты, которые полезны молодежи, есть и в других странах. Это не секрет, и, соответственно, мы хотим перенять их себе. Кроме этого, допустим, наша организация является неправительственной организацией, и сегодня была большая представленность международных неправительственных организаций, общественных организаций, которые работают в других странах. И мы у них в беседе узнавали о тех проектах, которые есть, какие они результаты несут, и какие проекты мы можем перенять себе, и сделав уже под наш менталитет, под наше население, соответственно, реализовать данный проект у нас в стране. Я думаю, что уже сегодня участники получили большой багаж знаний, большую возможность для того, чтобы обмениваться опытом и выходить на международный уровень. Ну и все-таки, что же мы можем у них перенять? На самом деле, очень-очень много проектов. Сегодня, по крайней мере, я уже переговорил с представителями более 10 стран, и физически не хватило времени даже поговорить со всеми, но, однако, уже сейчас есть определенного рода проекты. Как пример, даже не проект больше, а пример, в Российской Федерации присутствует форма финансирования молодежных организаций, иная, нежели у нас. То есть есть, как и у нас, но есть еще дополнительные формы. И мы, переговорив, соответственно, с представителями Российской Федерации, я понял, что можно будет предложить нашим государственным органам рассмотреть возможность подобного финансирования. Это бы облегчило нам работу, это бы улучшило нашу работу, и, соответственно, мы бы улучшили качество наших мероприятий. Я думаю, что это, на самом деле, очень большая работа была проведена представителями неправительственной организации России. Я думаю, что если мы подобную работу проведем в нашей стране и предложим, и действительно это будет принято парламентом и правительством нашей страны, то в итоге мы получим очень хороший дополнительный источник финансирования. Ну а поподробнее можно? Какой это метод? Раскроем секреты, скажем так. В России есть возможность субсидирования, а также есть возможность, следующая вторая возможность, у нас есть схожая с одного источника, похожая форма финансирования со стороны государства. Но у них он более облегчен, что мы буквально в словесном формате переговорили, но они обещают проект документа, по которым мы сможем понять, как это. А вот форма субсидирования, на самом деле, у нас такого в нашей стране нет. Есть возможность грантового финансирования, это, соответственно, в Казахстане объявляются гранты, и лучшие проекты на эту сумму, они получают финансирование. А субсидирование – это иной формат, когда правительство закупает услуги, соответственно, в сфере молодежной политики у определенной организации, которая представляет, только одна организация представляет подобные услуги, проводит подобные мероприятия, и правительство, согласование правительства, министерства имеет право напрямую закупить услуги у этой организации. Соответственно, если бы это было возможно подобное финансирование, я думаю, что тогда бы организации не дублировали бы форумы и различные мероприятия между собой по всем областям, а наши молодежные организации стали бы разрабатывать свои собственные проекты, свои собственные какие-то полезные фишки, которые бы могли бы, которые министерство, в свою очередь, могло бы закупать, соответственно, в этой молодежной организации. Я думаю, это бы продвинуло бы и работу министерства, и работу молодежных организаций, и, соответственно, принесло в пользу молодежи. Работы предстоит еще очень много, я так понимаю. Очень много. Ну, я желаю вам успехов, спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо большое. Я напомню, уважаемые телезрители, что у нас в гостях был Тохтар Булысов, исполнительный директор Конгресса молодежи Казахстана.